Продолжение следует... Появился такой том зелененький, назывался «Русский эрс». И тогда вот, когда я его открыл и прочитал, поразило вот это вот в то время не укладывающиеся в моем сознании противоречия. Религиозные философы, среди них несколько священников и размышления о Берасе. Это была такая вот первая интуиция, первое вхождение в этот мир русской философии, для которой проблема эрса была ключевой, одной из самых ключевых проблем. И эта же проблема была ключевой для всей русской жизни и для Николая Александровича Бердяева. Но я напомню то, о чем мы уже говорили, по-моему, в первой программе. Надо сказать, что это была целая традиция. Целые знаменитые русские семьи жили и соединялись по платоническому принципу. И никто не знает до конца всей правды, но тем не менее Чернышевский, Шелгуновы, Ковалевский, Мережковский и Гиппиус, Бердяев и Бердяева жили вот в таком платоническом браке. Мы больше знаем, конечно, об истории Александра Блока и Любови Дмитрия Менделеева, о такой попытке трагической платонического брака, идее о том, что жить нужно белой любовью. Но перечисление этих фамилий, я занимаюсь этим только для того, чтобы показать какую-то невероятную важность, невероятную важность для всех этих людей по-разному ощутить дуновение эроса, эротического, как дуновение из иного мира, как писал об этом Бердяев. И я хочу вам процитировать письмо Бердяева, своей жене, Лидии Раб. Они тогда еще встречаются, еще нет вот этой длинной жизни друг с другом. Но вот посмотрите, насколько это личная проблема. Мое бедное, родненькое, любимое дитя, не могу сейчас прийти к тебе и потому должен тебе написать. Мне бесконечно грустно и больно, что я был таким вчера, но может быть лучше, чтобы ты знала, с кем имеешь дело. Я провел кошмарную ночь и в болезненном, мучительном полусне что-то подымалось из глубин моей природы. В моем сознании промелькнуло что-то очень тяжелое и до ужаса неприятное и отталкивающее. С ранних лет вопрос о поле оказался мне страшным и важным, одним из самых важных в жизни. С этим связано у меня очень много переживаний, тяжелых и значительных. Всю жизнь я думал, что тут есть что-то мистическое, что пол имеет значение религиозное. Мне кажется, что у нас с тобой в этом отношении слишком различный опыт и очень разно мы относимся к этой стороне жизни. И меня пугает это. У тебя как будто бы еще дремлет пол. Ты как будто бы еще бесполое существо. Ты как будто бы страшно отмыслишь, что я, может быть, не разбужу в тебе его. Тогда я пойду по дороге полного вырождения, прямо физического вырождения, как бы ни был силен душевный подъем наших отношений. Сейчас отношения почти бесполые, слишком дружеские и детские, слишком бескровные и постные. Но тогда почему же нам не быть просто друзьями? Ты человек очень чистый и, может быть, не поймешь подпольной половой психологии. Ну, я здесь пропущу фрагмент. Половая полярность есть основной закон жизни и, может быть, основа мира. Это лучше понимали древние, а мы отвратительно бессильны и вырождаемся все больше и больше. Сейчас я вспомнил и понял, что мне сделалось неприятно, когда Ремезов, это знаменитый русский писатель, сказал, что ты не понимаешь танца Соломеи. Это сложный и страшный вопрос, дитя мое. Ведь дело не в том, чтобы ты согласилась жить со мной в физической близости. Этого страшно мало, и этого нельзя принять, если ты согласна быть моей женой для меня, а не для себя. Для того, чтобы я был удовлетворен, чтобы мне не было плохо, а не потому, что ты хочешь иметь меня своим мужем, для себя хочешь. Ну, и так далее. И вот из книги в книгу, включая последние книги, включая знаменитое самопознание, Николай Александрович вот эту идею, он все время ее с разных сторон рассматривает. Я рассказывал о том, что жена приняла католичество, причем по доминиканской линии, и, соответственно, она приняла все обеты. И она жила с Бердяевым, одновременно соблюдая монашеские обеты. То есть, не жила с ним физически, не жила с ним, как жена с мужем. И так они прожили десятилетия. И Бердяев принял это. Вот что потрясает. Поэтому, когда некоторые русские философы, говоря о Бердяеве, говорят, да, он был великий философ, что говорить, но он не был мудрецом. Потому что мудрецы, а кого считают мудрецами? Лао Цзи Будду, Кришнаморти, знаменитую фигуру в эпоху Серебряного века. Они живут в соответствии с тем, что они проповедуют. Бердяев же не жил. А как же не жил? Ведь вот он человек, который так много говорил о свободе, и который проводил вот эти страшные мучительные ночи. И взрослому человеку понятно, почему они были для него страшными и мучительными. Он принял выбор своей жены как проявление свободы человеческой. Вот кто из нас, интересно, смог бы принять такой выбор своих близких? Поэтому я думаю, что начало мудрости были весьма и весьма, как бы, свойственны этому удивительному человеку. И об Эресе он написал вот некоторые вещи потрясающие, которые нельзя не процитировать. Вот послушайте. Любовь всегда нелегальна. Легальная любовь, если любовь умершая. Легальность существует лишь для обыденности. Любовь же выходит из-за обыденности. Когда любовь погружается в обыденность, то она охлаждается и постепенно угасает. Эрес есть сфера беззаконная. Мир не должен был бы знать, что два существа любят друг друга. В институте брака есть бесстыдство обнаружения для общества того, что должно было быть скрыто, охранено от посторонних взглядов. У меня всегда было странное впечатление неловкости, когда я смотрел на мужа и жену, как будто я подсмотрел что-то, что мне не следует видеть и о чем не следует знать. Ну или вот фрагмент. Общество извергает любовь, любящий в высшем смысле этого слова враг общества. Я знаю, что моя точка зрения будет признана социальной и опасной, но я рад этому. Вот это вот я рад этому, это, конечно, очень и очень Бердяев. Ну и вот последнее. Жизнь эротическая, за вычетом отдельных мгновений, самая печальная сторона человеческой жизни. Любви присущ глубокий внутренний трагизм, и не случайно любовь связана со смертью. Существует трагический конфликт любви и творчества. Эта тема гениально выражена Ипсоном. Мне всегда казалось странным, когда люди говорят о радостях любви. Более естественным было бы при более глубоком взгляде на жизнь говорить о трагизме любви, печали любви. Когда я видел счастливую любящую пару, я испытывал смертельную печаль. И это не только свойство психотемперамента Николая Александровича Бердяева, а в этом основании его философии. Ведь что для него пол? В поле для Бердяева всегда есть признак чего-то падшего. Ну вот, он идет от простых вещей. Люди скрывают сексуальные отношения. А тогда, когда противоположность половой любви, так называемую любовь-жалость, любовь-сострадание, любовь-милосердие, ни один человек не скрывает. Почему скрывается вот эта сторона, сексуальная сторона любви, спрашивает себя Бердяев. И он показывает вот этот страшный механизм того, что он называет половой или родовой любви. Она служит воспроизведению, и это часть природного механизма. Но в ней ничтожится, уничтожается личность, индивидуальность. И все общественные законы, семейные законы, хозяйственные законы ничтожат индивидуальность. В то время как Эрос, проникая из иного мира, и он есть некий знак иного мира, иных реальностей, он пытается существовать вот с этой фабрикой любви, с этой фабрикой секса рядышком. И порождает, конечно, невероятные страдания. Потому что в человеке неуничтожима страсть к восстановлению изначальной природы. А что такое изначальная природа? Андрогинная природа, то, о чем писал Платон. И это природа, где мужчина и женщина неразделимо связаны друг с другом. Каждый раз, когда мы желаем другого или другую, мы все время по Бердяеву расписываемся в том, что мы живем в мире падшем, поскольку нету в нас этой второй половины, она не пробужена, у нее не открыты глаза, и тогда весь путь человека – это путь страданий. И поразительно, вот они прожили целую жизнь, и они сохранили свои вот эти милые человеческие ритуалы. Каждый вечер Николай Александрович приходил к своей жене, и они рассказывали о том, как прошел день друг другу. А как прошел день? Для Бердяев день прошел в идеях, а для нее день прошел в молитвах. И у этой истории есть совершенно поразительный конец, потрясающий конец. Ведь их старость совпала с минутом дряхлости человеческой морали. Шла война, шла война. Был разрыв с эмиграцией, потому что часть эмиграции приняла фашизм. Это была небольшая часть. Часть приняла фашизм по хозяйственным соображениям. Вот за это Бердяев не любил мир объективации. Как только у тебя возникают какие-то разумные соображения о том, как бы выжить, так тут же ты становишься на тропинку зла. Ну, например, нужно получить работу, для этого нужно вступить в какой-то контакт с комендатурой гитлеровской. Для того, чтобы получить какие-то страховки, медицинское обслуживание и так далее. И ты уже начинаешь работать, служить с этим. Бердяев изначально занялся, конечно, другую позицию. А Мережковский выступал, Дмитрий Сергеевич Мережковский, великий русский философ и писатель, и поэт. Выступил с похвальным словом тому, что немцы вошли в Россию. Были другие случаи, когда генерал Деникин поддержал Красную Армию. Когда занимали Париж, Бердяеву вывесили красный флаг. И в этот момент Бердяеву не очень любят, его называют розовым профессором, поскольку поддерживать Красную Армию в этих обстоятельствах исторических, ну, двусмысленно сложно для эмигранта, невероятно сложно. И вот старость, все болеют, а у жены заболевание. Она страдает, она не может есть, глотать, заболевание связано с горлом. Умирает кот, который просто является, ну, любимейшим живым существом. И Бердяев хочет всю вечную жизнь прожить с этим котом. И требует, требует у мироздания, у Бога вечной жизни для этого кота. И вот она умирает, и приходят гости. Каждое воскресенье собирались философы, пили чай, разговаривали. Она не может разговаривать, она молчит. Но когда может, спускается. И она начинает чувствовать себя счастливой. Она может только писать. И Лидия Бердяева записывает, что «Странно, я испытываю такие невероятные страдания физические, я испытываю такое чувство счастья». И сам Бердяев говорил о ней, что вот с одной стороны все было очень горько, все чувствовали себя подавленными. Сам он спасался только писанием. Писать продолжал ежедневно. Но одновременно он чувствовал, как он пишет, что его жена приближается к святости. И вот она умирала, становилась все счастливее. Ей было все хуже и хуже. И ей было все лучше и лучше в душевном и духовном смысле этого слова. И это был вот тот самый парадокс, противоречие, который так любил Бердяев, как некую основу и исток жизни. И когда она умерла, он остался один. Он остался один и продолжал писать. Продолжал писать. К нему пришла мировая слава. Один из самых цитируемых романов 20 века, не значит, что самый лучший, но знаменитый роман Олдеса Хаксли «Прекрасный новый мир». Эпиграф из кого? С Бердяева. С Бердяевым за время жизни в эмиграции хотят познакомиться и великий Егусарль, это великий немецкий философ. И он дружит с французскими философами. Он становится доктором теологии Оксфордского университета, почетным доктором. И они воспринимают это с иронией. Ему когда-то его друг Левшестов написал, что вот, Николай Александрович, надо такого позора, мы с тобой дожили, когда мы с тобой стали профессорами. И этот человек, этот человек, который вот всю свою жизнь построил на том, чтобы соединить вот эту изначальную, невероятную, бездноподобную свободу с поисками Бога, и который создал некий литературно-философский мир, как некую антитезу, такую принципиальную антитезу, не в том смысле, что он прятался, а скорее бросал вызов вот этому миру объективации, миру вещей, миру обыденности, где все предопределено, где есть причины-следственные связи, и где самое главное, понятно, что все люди умрут, а этого не должно быть. Бердяев из этого исходит. Люди не должны умирать. Недаром он испытывал такую симпатию к секте бессмертников. Люди не должны умирать, поскольку бессмертие у них в крови. И вот грех и смерть соединены. Человек грехой, но поэтому умирает. И нужно преодолеть смерть. И он преодолевал ее до последнего. Умер человек за письменным столом. Потрясающе. Я думаю, что для самого Бердяев это его прекрасная смерть, потому что лучшие минуты своей жизни он провел за письменным столом. А до этого, за несколько часов до этого, он с сестрой своей уже умершей жены обсуждал планы новых и новых книг. Но будем надеяться, что где-то они все-таки написаны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова